Приветствую вас, Алина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ну, во-первых, то, что касается советов, мне кажется, что психолог, психотерапевт советов давать не могут, это было бы нарушение профессиональной этики, это было бы нарушение границ клиента, поэтому, мне кажется, что, спрашивая совет, у нас вы специально или нет, ну, скорее всего, нет, мне кажется, что вы даете как-то вот понять, что вы себя, вероятно, не с лицом уважаете, потому что, когда человек спрашивает совет, он предполагает, обязательно предполагает, как мне кажется, предполагает, что кто-то знает лучше него, как жить, на самом деле это неправда лучше, а вас никто не знает, как вам жить, и лучше вас никто не знает, как вам поступать. Вот. Если говорить об этой ситуации, то, на мой взгляд, важным моментом является то, что вы испытываете обиду, вот, но такое, такое ощущение, как будто вы не знаете, что вам с этой обидой делать, такое ощущение, что вы не понимаете, как, ну, как реагировать на, обиду, как ее выражать, может быть, обиду я имею ввиду, вот, и мне кажется, что было бы здорово для вас, для вас будет здорово, получится выражать свои чувства, поучиться выражать свои переживания, поучиться выражать свои эмоции, которые у вас есть, и это, мне кажется, абсолютно нормально, вот, и, может быть, говорить об этом своему молодому человеку так, как вы это чувствуете, так, как вы это чувствуете, так, как вам это, как вам это, как вам это проживается, вот. Я бы, я бы так, наверное, ответил бы вам на вопрос. То есть, на мой взгляд, нет какой-то уникальной техники, уникальной технологии, ну, вот, решения вашей проблемы. Мне кажется, что ее не должно быть, если честно. Вот, мне кажется, что было бы, было бы, какая-то универсальная возможность продемонстрировать, ну, вам, например, идеальный способ запрещения ваших проблем. Мне кажется, это было бы, это не корректно. Мне кажется, это, ну, неэтично по отношению к вам. То, что вы, в какой-то степени, ну, в себе, не то, чтобы даже сомневаетесь, то есть, что вы чувствуете себя, ну, как вот вы говорите, недостаточно важный, да, то, что вы чувствуете себя, недостаточно ценный для, ну, мужчины, вот. Мне кажется, что, в какой-то степени здесь, эм, с одной стороны, элемент, есть элемент, с одной стороны, того, как, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как вы себя репрезентуете с одной стороны, а с другой стороны это все-таки элемент того, что подобное поведение может вас, ну, задевать, быть вам неприятным, быть для вас неприятным и это конечно, ну, драматично, очевидно, что это для вас драматично, поэтому мне кажется, мне кажется, что работать в первую очередь вам следовало бы именно со своими чувствами и со способами их выражения, вот, ну, то есть со своими чувствами и тем, как вы их выражаете, вот, свои чувства я имею в виду, вот. А дальше уже смотреть в зависимости от того, как будут формироваться и выстраиваться ваши взаимоотношения с мужчиной, потому что для него это может быть действительно норма, для него это может быть в какой-то степени проявлением страха, страха, например, быть зависимым от вас, вот, то есть вариантов здесь достаточно много, ну, как мне, конечно, 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 вот, ну, это уже вам посмотреть, тоже вам решать, как двигаться, вам решать, как, ну, какое действие, какое решение вы примете в контексте этой позиции, вот, конечно, неприятно, у меня всякого сомнения, это неприятно, что происходит, вот, и мне кажется, самое главное, это самое главное, мне кажется, выдержать баланс, выдержать связь между вашими чувствами, которые есть, которые имеют право быть, которые имеют место быть, вот, и между тем, что происходит, ну, вас, что происходит внутри вас, вот, вот, мне кажется, вот эти, эти вещи, вот это направление, является, ну, я бы сказал, очень важным, вот, я бы так, по крайней мере, сказал бы, что происходит, а дальше уже нужно смотреть, в какую сторону вам хочется двигаться, ну, то есть, куда вам хочется двигаться, вот, я думаю, что вы не будете спорить, если, ну, не будете отрицать, а, того факта, что, какое бы направление вы не выбрали, вот, а мне кажется, что психолог может и должен вас в этом поддержать, вот, ну, потому что это наша задача, вот, но я сказал об этом и скажу еще раз, что худший что вы можете для себя, для себя, для себя, для себя сделать это, ждать, ожидать, что есть какой-то уникальный, универсальный способ решить вашу проблему, вот, такого способа нет. К сожалению, к сожалению, или, к счастью, на мой взгляд, к счастью, потому что, таким образом, получается, сохранить индивидуальность каждого человека, мне кажется, это здорово, вот, а, значит, вам необходимо найти свой путь самостоятельно, вот. А, конечно, если вы сами этого захотите, конечно, если вы сами этого захотите, вот, конечно, если вы сами готовы идти, к этому, ну, по этому пути, вот. Вот, вот, такой ответ, я могу вам дать, то есть, не зажимать свои чувства, не зажимать свои, свои, не зажимать свои, свои переживания никакие, да? Это, 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 это важно не делать, потому что, ну, в противном случае, вы, я надеюсь, понимаете, куда придаете, вот. Вот, ну, вместе с тем, наблюдать за тем, что между вами и, например, молодым человеком с одной стороны происходит, вот, вместе с тем наблюдать, что с вами непосредственно происходит, именно с тем, что происходит, вот, и дальше двигаться в сторону исследования этого и реализации этого. Вот, мне кажется, вот, вот, так, такой ответ я могу вам дать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, вот. Надеюсь, что это было вам полезным, надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Я надеюсь, что мой ответ позволит вам формулировать обратную связь, которая подходит началом психотерапии. Желаю вам всего доброго.